В Бобруйске стало чисто еще до старта субботника. Многие городские предприятия убрали прилегающие территории заранее и отстрелялись до официального начала генеральной уборки. А уже в субботу работа кипела с самого утра. Стояла задача убрать мемориальные комплексы, парки, скверы и улицы города. Бобруйск поделили на участки. Сотрудники исполкома, например, отвечали за чистоту Урицкого. Порядка 60 человек от секретарей до начальников отделов сменили деловые костюмы на повседневную одежду и вместо кабинетной работы занялись физическим трудом. Задача сегодня у нас очистить от стороны растительности бытового мусора улицы Урицкого на участке от улицы Интернациональная до Комсомольской. Будет чисто? Очень чисто будет. Настроение бодрое, погода благоприятствует тому, чтобы проводить такие вот уличные уборки. Прошлогодние листва и сухие ветки быстро заполняли огромные мешки. Вывозить мусор помогала техника. И пока горожане вручную очищали зеленую зону, тракторы убирали проезжую часть. Репортеры, операторы и видеоинженеры медиахолдинга «Бобруйское житё» на время отложили микрофоны и камеры, вооружившись граблями и метлами, наводили чистоту на своей прилегающей территории. Руководил процессом Юрий Бардуков. Фронт работы у нас грандиозный. Он большой. Это покраска, это подсев травы, покраска бордюров, покраска лавочек, покраска от мосток. Ну, в общем, такая вот весенняя хорошая работа. Он помнит субботники, какими они были при Союзе. Принципиально, признается, ничего не изменилось. Тот же масштаб и запал. Субботник – праздник труда. Всегда с весельем, с хорошим настроением. После этого, после праздника чай пили, кофе пили, отдыхали. Ну, так, как и сейчас. Бодро, весело и хорошо. Это праздник молодежи, праздник здоровых, сильных людей. Отдел культуры приводил в порядок Бобруйскую крепость в районе бывших солдатских казарм, где до сих пор стоят декорации со съемок исторического фильма, собирали пластиковые бутылки и бытовой мусор. В это же самое время лоск наводили и в детском парке. И пока взрослые из администрации Ленинского района проводили время с пользой, малыши даром время не теряли. Сегодня у мамы субботник. Я, ну, пришел, чтобы кататься. Очень классно, что есть такая возможность. В целом, можно сказать, что горожане потрудились на славу. Остается только поддерживать созданную чистоту и статус Бобруйска, как высококультурного города. Елена Кутузова, Иван Боровой. Бобруйск, 360.